Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Не далее как сегодня, 15 марта, я показывала вам, как я пикирую перец в фазе двух семидольных листиков и рассказывала, что перец можно пикировать в любой фазе. Вот посевы от 29 января я пикировала в фазе двух настоящих листьев, потом сегодня показывала, как я пикирую в фазе двух семидолей и я сразу же сказала, что перец можно пикировать на любых стадиях, даже тогда, когда он только-только-только развернул свои листики, вот такой. Но я, конечно, не думала, что мне придется показывать этот способ, метод пикировки сразу же сегодня, потому что я не собиралась пикировать маленькие перчики, но вот эта пикировка у меня экстренная, сейчас расскажу почему. Начала осматривать лотки и увидела два сеянца упавших, вот с такими сверными признаками черной ножки. Я до этого говорила, сейчас я его поправлю, до этого я говорила, что не могу показать вам черную ножку. Ой, неудобно, одной рукой держу камеру. Ну вот сегодня я вам показываю, видите, перетяжка на стебельке черная, вверху хороший, вторая часть корень тоже еще целый, но вот эта перетяжка, она повредила стебель и они упали. Нашла в лотке со совсем юными-юнными перцами вот таких два упавших. Я сразу же, сразу, вот они покажу вам сейчас получше. Вот видите, черная такая перемычка, у меня подозрение на черную ножку, ну и больше чем, на 100% я уверена, что это черная ножка. Рассада еще совсем юная, она взошла буквально недавно, некоторые, видите, даже еще не развернули свои листики, но я ее сразу сейчас экстренно буду пикировать. И вот расскажу вам, в каких случаях нужна экстренная пикировка перца, потому что вот этот лоток, эту посадку можно спасти, только сменив грунт. А как мы можем сменить грунт? Конечно, при пикировке вынула все моментально, сразу все перцы, прополоскала водой, всю проточной водой все промыла, поместила в раствор циркона, чтобы они немного там убила какие-то, какие-то есть микробы. Но я вот осматривала этот лоток уже после того, как вынула из грунта, и грунт вроде бы хороший, и, ну, значит, что-то где-то проползло. Так как у меня эти семена куплены, видите, они понемножечку, по два рядочка всего посеяна, всех, мне их нужно сохранить, я их взяла на развод, и поэтому я буду бороться за них до конца, то есть, как только я увидела вот такой вот симптом, нужно срочно менять грунт. Вот продолжу. Промыла я, поставила, выдержала, начинаю пикировать. В таком возрасте я вот сейчас пикирую их так же часто, почти так же, как они посеяны, мне не важно. Мне главное сменить грунт, очистить вот грунт этот зараженный, но если он заражен с корневой системы, промыла, продезинфицировала, все, снова посадила. Вот это у меня сегодня экстренная, незапланированная пикировка, делается в тех случаях, когда вы увидите признаки заболевания. Если бы это был мой сорт, и один сорт во всем лотке, я могла бы просто его отставить, если бы умерли, то умерли. Но вот за эти сорта я буду биться, бороться, потому что мне они очень нужны. Вот, пожалуйста, откуда-то взялась черная ножка. Можно, конечно, просто, как вот пишут рекомендации некоторые специалисты, можно взять ложку, сделать выемку вот этих вот больных саженцев вместе с грунтом, потом полить марганцовкой это место, или там привикуром, или другим дезинфицирующим средством. Но я рисковать не буду, я вот это все сейчас пересажу, больные растения обязательно выброшу их уже, ну как, вот эти, например, не выходишь. И если я найду среди вот этих остальных, какие-нибудь больные, я тоже их выкину. Вот, пришлось сегодня показывать сразу, как пикирую я в фазе двух только что раскрывшихся листиков. Принцип пикировки ничем не различается. Также наклала я, наложила грунт, сделала бороздки, сделала дырочки. И все-все сеянцы, тут я уже не отбраковываю таких малышей, потому что они еще могут исправиться. Все сеянцы, даже вот эти, которые еще листики не распустились, я все рассажу на одинаковых условиях. Тут пока что у меня выбраковки не будет. Это просто экстренная, вынужденная пересадка. До свидания. Вот этот короткий видеоролик, который, может быть, пригодится тому, кто увидит, например, черную ножку. Иногда люди находят заболевание, когда уже два ряда или три ряда упали. Вот вчера они стояли целые, хорошие, сегодня раз, завалились и упали. Но, значит, нужно срочно пересаживать. Промывайте все корни, смывайте весь грунт, высаживайте в новый и, возможно, вы сохраните остальные посадки. До свидания.